Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня у нас кухня красоты! Так долго ждали-ждали все эту кухню красоты, честно скажу, сама ждала эту кухню красоты, но очень долго подбирала волосы, ой, волосы, не волосы, а краску для волос. Жутко просто. В общем, я решила, что я свои волосы трогать больше не буду, мне нравится цвет. Хотела сначала яркий блондин, потом думаю, блин, опять там их высветлять или чем-то тонировать непонятным. Короче, не хочу больше портить волосы, на самом деле, и цвет мне мой нравится, да, оставим его таким. Нужно нам корни привести в порядок, да, потому что вот как бы есть такой переход, но то, что корни темнеют, это в принципе нормально, это не страшно, вид общий хороший, и на видео, на фото у меня все отлично. Просто корни отрастают, их надо по-любому красить, да, ну и вот можно еще вот этот вот сравнять побольше цвет. Долго подбирала, сначала я хотела, я вам показывала это во влогах, краситься гаранье. Моя мама красится этим цветом, почему я так решила. Моя мама красится этим цветом, у нее очень красивый цвет волос, он даже немножечко с таким, он бы холодно, с таким легким розовым, знаете, я бы сказала, прикольно, еще и с бежевым, и при этом, ну, блондин, светлый. Но мне не подошел. Я попробовала на кончике, мне не подошел, у меня почему-то какое-то зеленцо немного взялся. Наверное, надо как-то аккуратно, я не знаю, что, единственное, что еще я сюда красила оксид, не который здесь внутри, а оксид на 2%, на 1,9% от другой марки. Вполне возможно, что именно этот, ну, как бы, момент, да, послужил зеленцой. В общем, гаранье я отдам маме, у меня три краски целую купила, отдам маме, пусть она красится, она стабильно им красится. У нее все хорошо. Дальше я купила в фикс-фрайсе вот такие вот две краски, бьюти, без аммиака. Что я могу сказать? На самом деле, классные краски. Единственное, что они очень, как бы, вот, пепельные, вот это платиновый блондин, да, он реально прям с серым отливом идет, но тоже очень опасно, чтобы он не был зеленцой, смотря на каких волосах. Вот на моем исходнике там, да, чистые желтые, я пробовала все это на пряди натуральных волос. Сейчас покажу вам даже, как она. Вот, на пряди натуральных волос я пробовала, вот, испытывала все эти краски. Вот здесь у меня на конце гаранье была, да, светленькая, видите, повыше у меня уже была вот эта платина, но он реально такой прям серенький идет, прям мне понравилось. Вот это, не поверите, это вообще песочный, но вот здесь у меня такой свет, что этот песочный какой-то классный, да, но посмотрите, насколько он темнее моего цвета. То есть он такой песочный, да, не песочный, а какой-то темный. Так, ну здесь опять вот этот же, этот, ну а здесь уже вот под мои я тут подкрашивала, искала. В общем, все, я экспериментировала, что я могу сказать, что песочные темноваты. Девчонки, он не такой прям блондин, но он вымоется в любом случае, потому что без аммиака краска вообще не пахнет, не воняет, очень классно наносится. Если бы просто я нашла бы свой цвет, я бы ей красилась. И здесь 3% оксида. Вот, например, в гаранье и в таких вот масс-маркетовских красках говорят, что там 9,12%. Потому там и не пишут этот процент, а пишут проявляющийся молочко. Здесь все четко написано. 3%. Вот эти красочки мне нравятся. Дальше. В общем, пошла я в свой магазин. Я уже думаю, ну что надо делать, надо пойти просто в профессионал, и пусть подберет мне под мои волосы мой цвет, да. Я пошла в свой любимый магазин. ТЦ Мега. Твики называется. И подошла к девушке. У них там салон красоты внутри. Во-первых, у них все продавцы, они обучены специально, да. Они знают, как, что, вот эти градации, колористика вся. Они знают, как что подобрать. Ну, плюс там еще был профессионал. Она освободилась, оделась их, подошла ко мне. И я говорю, вот, значит, волосы. Я вообще, ну, как бы накладные волосы приобрела себе. И хочу скорее удлинить свои волосы. Вот. Я говорю, мне нужно, вот, исходник у меня, да. Мне нужно подобрать сюда цвет волос под мой, чтобы не окрашивать, да, волосы эти. И на корни подобрать. И мы выбрали, выбрали цвет. Тринуть, тринуть, четыре минуты уже. Сейчас будем краситься. Выбрали цвет Estelle Deluxe. Он немножко дороже, ну, точнее, в два раза дороже, чем обычный Estelle. Но в нем уже присутствуют масла. Я же все хочу, чтобы он меньше пахнет, вот он меньше пахнет, чем обычный, да. И чтобы он еще и ухаживал. То есть, это ухаживающая крем-краска Deluxe. И купила 6%. Это на корни у нас будет. Сейчас мы будем красить корни. Вот так вот, да. Один к одному. Номер 1075. Этот цвет такой, ну, вот под мои, да, то есть, с красниночкой немножечко идет. Он светлый идет. В общем, шестеркой мы красим корни, вы все увидите. А потом я хочу по длине сделать на 1,9. Вот я покупала это в другом магазине. На 1,9% покрасить эту же 1075 и немного притонировать на мокрые волосы свою длину. Ну, чтобы как бы сравнять до конца, то мало ли там будет отличаться. В общем, давайте приступим, и вы сами увидите, что получится. Я сейчас смешиваю один к одному шестерка с 1075 Deluxe красочкой. И наношу на корни. Поехали. Смотрите, здесь так удобно. На красочке есть меточки. 15 мл, 30 и 45. Это если нужно половинку выдавить. Это очень удобно, кстати. Красочка, знаете, ну, как бы вот только начала мешать. Да, она имеет запах, в принципе, да. Такой же неприятный, как Эстель. Но мне как-то посоветовали, что просто на 1-2 минутки выставить, вот пока я мешала, на воздух, да. И вот вышло уже вообще совсем запаха нет. Реально минуты даже я не постояла там. Ну, все, давайте приступим. Надеваем перчаточки. И поехали! Неужели я буду красивой? Буду однородной? Вот я покрасила сейчас, нанесла все на корни. Мне хватило одного тюбика на все корни. Прямо впритык все вымазала. Сейчас я возьму такую же красочку Deluxe. Возьму процент 1,9. Взбрызгну свои волосы. Вот так вот все. И пройдусь по всей длине. Но для того, чтобы, не дай бог, цвет может даже немножко оттенками будет отличаться. 1,9 это, в принципе, очень легкое тонирование. Потому оно делается даже на мокрые волосы, чтобы чешуйки открылись. Ой. Поехали. Я, кстати, решила сделать половину тюбика. И, кстати, мне вот эти мерки очень сильно пригодились. Все. Налила вот здесь вот мерочку 30. И налила туда, добавила туда краски. Тоже 30. Мало ли. Может мне хватит. Что я буду трачиться? Так, 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 так. Что мы теперь делаем? Теперь я беру волосики. Вот сбрызгиваю. Вот так. Лашенькие. Ну и красочка должна более так удобненько ложиться. И все. И наношу нашу красочку. Ну все. Вот я и протонировала свои по длине волос. За 10 минут все. Вот какая молодец. Теперь смотрите, что я буду делать. Я ожидаю время выдержки 35 минут. Ну вот все вместе, да, 35 минут сейчас. И все. Пойду все это дело смывать. Ну и поглядим, что выйдет. На самом деле нанесение было комфортным. Буквально 30 секунд, я даже скажу вам, вторую красочку выветрила. То есть не обязательно там минута и 2, 30 секунд. Реально ничего не воняет. У меня здесь достаточно все закрыто. Ну открыта форточка, ну тут дверь закрыта, и там открыта форточка. В прошлый раз вообще, Estelle, мне воняло жутко. В этот раз очень все круто. Поэтому да, 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 да. Мне нравится. Если будет хороший результат, то это краска мой выбор. И вы знаете, например, корни на 6%. Учитывая то, что в масс-маркетовских там оказывается 9,12, так я красила, понимаете. Я осветляла свои корни. Значит там на 12-шки целые я красила. Офигеть, я даже по всей длине это делала. Я сейчас представляю, у меня же сердце сжимается. Ну ничего, волосы целые. Но сам факт, да. То есть на 6% делюкс и без воня. Очень быстро все комфортно нанесла. Замечательно. Ну а по длине вообще 1,9. То есть я не думаю, что это что-то страшное. Тем более пигмент имеет всегда накопительный эффект. И как бы все равно мы подбирали все это под мой цвет, да. Плюс просто легкая тонировка, накопительный эффект. Будет все замечательно. Я буду просто на 6% красить корни. Ну давайте посмотрим результат. А потом будем мечтать. Кухня красоты. Сейчас у нас прошло нужное время. Я взяла просто волосы так вот под кран засунула быстренько, да. Они прям, ну полностью намокли. И я еще раз все вот так вот вспенила, вспенила, вспенила. Чтобы, ну как бы я, потому что вы видели, как я тонировала, да. Не прядями вот это. Потому что это для меня очень долго и геморройно. А так вот с кусками. И потому там могли не прокраситься какие-то вот пряди. Причем я видела даже, что где-то что-то не прокрасилось. Поэтому я вот так вот сейчас все поделала, поделала. Ну вообще не знаю, что получится. Короче, сейчас я еще минут 5 хожу и полностью сушу. А вот, мои крошечки, что получилось, да. Корни сейчас немного отличаются от основного цвета. Давайте посушим и будем делать выводы уже с сухих волос. Сушим. А, еще я нанесла... Еще я нанесла вот мне в Твиге, да, магазин? Да, да, да. В магазине Твиге... Твиге я решила совместить. В магазине Твиге мне еще подарили вот такую вот эстель. У них весенняя коллекция. Там шампунь, бальзам, мицеллярка. И вот двухфазные для волос. Ну естественно, что я выберу, да, для волос. И честно, он пахнет сиренью. Классный. Он, короче, идет термозащита, питание, антистатик и гладкость. Двухфазный спрей. Я нанесла сирень, весна. Ну все, будем теперь сушить и потом кончики маслом смажем. Не говори слово крошечки. Ну что, мои девочки, красавицы, я готова. Я, честно сказать, вам вообще счастлива, потому что, я не знаю, здесь может быть не так видно, но при дневном свете абсолютно ровный, красивый цвет, даже вообще не отличаются корни от моей длины, да. То есть, все очень красиво и я прям счастлива. Что я могу сказать? Могу сказать большое спасибо девочкам, которые работают. Они реально очень круто подобрали. Я прям рада. И теперь я буду... Да, мне кажется, на шестерке достаточно, потому что я буду шестеркой красить, немножко продлевать, и оно все равно будет осветляться. Вот как я тогда и красила, всегда так было. Мои корни всегда немного отличались, хотя здесь, считай, идеальное отличие практически нет. Ну, вот здесь просто падает сейчас так свет, что... Я не знаю, как вам это показать. Как вам это показать, что нету аппаратические отличия. Вот. Цвет очень благородный, очень классный. Он немножечко с такой очень легкой розовиночкой, беж. И даже он какой-то даже немного пепельный как будто есть, потому что в нем присутствуют такие вот пигменты, на мой взгляд. Может, я ошибаюсь. Короче, все. Вот он мой блонд. Вот такая я буду всегда. Я оставляю свой инстаграм, потому что в инстаграме вы можете конкретно просмотреть на видео, при дневном свете я буду снимать там всякие видюшки, пять в машине, фотографии делать. Вы это все увидите, будете следить за волосами. Скоро я, кстати, буду удлинять свои волосы вот одним щелчком. И это видео будет совсем скоро. Поэтому подписывайтесь на канал, на мой, кто еще не подписан. И ставьте лайки. Вот. Что еще хотела сказать? Что еще хотела сказать? Я что-нибудь хотела еще сказать? Мне кажется, я все сказала. Шикарно, благородно. Я еще раз скажу, что это цвет 1075 Deluxe. Кстати, волосы очень мягкие. Я применила вот этот спрей Estelle двухфазный. Сверху Faberlic Expert тоже для легкого расчесывания попшикала. И на кончике нанесла свой гаранье, который я вам всегда показывала. В принципе, все мои уходики, я их выкладываю периодически, тоже вы можете найти в Инстаграм. Так что подписывайтесь туда. Прямые трансляции. Интересные темы. Теперь у нас прямые трансляции тематические. Я заранее делаю объявления в Инстаграме, что востока-то, востока-то будет у нас трансляция на такую-то тему. Готовьте свои вопросы. И мы все обсуждаем. Все, мои хорошие. Я, короче, вся в красоте. Желаю вам тоже, чтобы вы были красивыми. Чтобы вы нашли свои цвета. И без вреда волосам, особого хотя бы вреда, вы сделали красоту и были счастливы, как и я сейчас. Я вас целую, люблю. И увидимся в следующем видео. Но уже завтра. Субтитры сделал DimaTorzok